Около полумиллиона человек, проживающих в Абинском, Крымском, Темрюкском, Славянском районах и городе-курорте Анапа, все эти муниципальные образования входят в Славянский избирательный округ. Не понаслышке знают о деятельности депутата Госдумы Ивана Демченко. Он старается всегда выполнять наказы избирателей, и ему это вполне удается. За пять без малого лет работы в округе депутат Государственной Думы России Иван Демченко смог сделать очень много. Благодаря его помощи был капитально отремонтирован двухэтажный корпус Петровской участковой больницы. Приобретены новый рентгенаппарат и УЗИ-аппарат. Большой шаг вперед сделало здравоохранение Петровского сельского поселения. Капитальный ремонт прошел в такие кратчайшие сроки. Мне думаю, не каждая районная больница края может похвастаться такими замечательными кабинетами, такой мебелью, оборудованием, как у нас сегодня. Прежде всего, переполняет огромное чувство благодарности к тем людям, которые все это сделали. И, конечно, переполняет чувство радости за наших петровчан. Очень рада за жителей станицы Петровской. Спасибо всем огромное. И еще одно доброе дело сделал Иван Демченко для здравоохранения муниципалитета. Для Славянской центральной районной больницы им были приобретены четыре автомобиля неотложной медицинской помощи. Большое спасибо депутату Государственной Думы Демченко Ивану Ивановичу за такой подарок. Потому что в нашей амбулатории есть машина, конечно, но одной машины это недостаточно. Я считаю, что благодаря тому, что мы получаем новую машину, конечно, это большой плюс и для работы наших врачей, медсестер и санитарок. Потому что мы охватываем не только взрослое население, но и детское население. Буквально преобразился 31-й детский сад в хуторе Коржевском. На прием к депутату Ивану Демченко пришли коржевчане с просьбой обновить фасад детского сада. Депутат пообещал хуторянам помощь и доказал на практике, что его слово не расходится с делом. В садике очень качественно был выполнен капитальный ремонт. Полностью обновлен внешний облик здания, заменены окна и двери, сделана новая отмостка. За моей спиной наш прекрасный детский сад, обновленный после ремонта, замечательный детский сад, в который с удовольствием бегут дети, идут родители и с доброй душой, с хорошим настроением идут сюда наши замечательные сотрудники. Образовательные учреждения не уходят из вида у депутата Государственной Думы. 39-я школа хутора Голицын очень нуждалась в современной мебели. И она была приобретена благодаря его содействию. И еще одно важное событие в культурной жизни муниципалитета, которым стало строительство нового сельского клуба в Хутореводном Петровского сельского поселения, смог приблизить своей помощью депутат Иван Демченко. В современном досуговом центре разместился универсальный зал со сценой, где можно смотреть фильмы, проводить различные мероприятия. Жители очень довольны своим депутатом. Иван Иванович уже наш человек, он довольно-таки уже проработал с нами срок 5 лет. И это, конечно, радует. И накануне новых выборов мы бы не хотели кого-то менять. Все делается на благо народа, всех жителей. Дома культуры в трех поселках прибрежного сельского поселения Садовом, Степном и Вишневом нуждались в современных теплых туалетах. Жители обратились к своему депутату, и их обращение не осталось без ответа. Не забывает депутаты о духовности, которую он считает незаменимой в воспитании подрастающего поколения. Иван Демченко оказал очень весомую помощь в строительстве храмов в хуторе Коржевском и в станице Черноярковской. Мы очень рады, мы просто счастливы. Церковь уже несет добро, правильно, учит чему, у нас заповеди какие. Добро учит, любви к ближнему, друг к другу. Конечно, мы очень рады, что у нас будет церковь. Та церковь очень старая, конечно же, поэтому мы очень нуждались в новом храме и просто счастливы. Уникальная операция по возрождению экосистем Жестерской и Маложестерской групп лиманов выполнена благодаря депутату. Идя навстречу просьбам местных жителей, Иван Демченко организовал расчистку межлиманных соединений. Их протяженность составила более 20 километров. Эта операция буквально вдохнула вторую жизнь в эти богатые природными ресурсами места. На протяжении многих лет не хватало средств для очистки межлиманных соединений. Последний раз очистка и кошение лиманов производилась 30 лет назад. Проделана очень большая работа. Углубление сделали, и это дало то, что лиманы начали, как и должно быть, по технологии. А приснятся водой с реки Кубани больше и лучше. И создается течение. Вода обменивается и с Азовским морем. То есть это дало больше проходимости тех рыб на Нериск, которые у нас сегодня ценные. Это судак и тарань. В ближайших планах строительство асфальтированной дороги на Кучугуры. Депутат обещал свою помощь в решении этого важного вопроса. Что касается дороги на Кучугуре, это однозначно мы ее должны сделать, как бы ни хотели. Что бы нам этого не стоило. Там уже нам выставили 500 миллионов, эту дорогу будет стоить. Но, конечно, это бред. Мы ее сделаем. Хос способом, это я, тоже нашим жителям обещаю. Благодаря содействию и помощи Ивана Демченко, в нашем районе было сделано немало добрых дел. И эта важная и нужная работа будет продолжена. Перспектива работы на ближайшие пять лет, вот что люди нам скажут, что люди запросят, то мы будем делать. Какие будут наказы у наших избирателей, я считаю, если, конечно, только не внуку с неба достать. В процессе работы в период избирательной кампании, восьмой созыв, я думаю, что мы с людьми встретимся, встретимся с активом, с нашими ТОСами, с нашими квартальными. Они нам скажут, какие вопросы и что нам надо делать. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.